Улица Доватор Льву Михайловичу было звание Героя Советского Союза посмертно. Мы попытаемся сегодня выяснить, что знают жители города Черкеска об этой улице и об этом герое. На вопрос, что это за улица и в честь кого она названа, студенты полиглота, которые находятся на улице Доватора, ответили. Это был военный деятель, Герой Советского Союза, в свою очередь. Он принимал активное участие в Великой Отечественной войне. Он множество наград получил, в том числе награда Красного Знамени. Он сражался с немцами всего лишь пять месяцев, но из-за этого короткого срока он успел нанести большой урон этим противникам. И они его ненавидели и сожгли его родную деревню в Белоруссии. Я знаю, что у него очень много наград. Некоторые из них это два ордена Ленина, которые были выданы 22 февраля и 21 декабря 1941 года, соответственно. Также был удостоен орденом Красной Звезды в том же 1941 году. И в различных городах России существует много улиц, связанные с ним. Это был известный военно-начальник Красной Армии. Он родился в Белоруссии, Витебская область. И то, что он погиб, когда пошел на разведку на другой конец реки, кажется, и, получается, попал в засаду немцев и был расстрелян вместе со всем полком своим. А, Инночка, скажите, а откуда такая информация у вас? Ну, не знаю, на уроках истории нам, мы вроде это изучали. На этой улице мы встретили школьников, идущих на занятия в лице номер 15, который носит имя Доватора. Конечно, у учащихся не возникло проблем с ответом на вопрос, кто же такой был Лев Михайлович Доватор, так как, по их же словам, многие классные часы были посвящены именно этой теме. Да и стыдно, наверное, не знать о герое, чьим именем названа школа, в которой ты учишься, и улица, на которой ты живешь. Наша улица посвящена Льву Михайловичу Доватору, родился он 20 февраля в Белоруссии. Он герой Советского Союза, он был генерал-майором, получил золотую звезду, делал рейды, конные рейды, командовал гвардией. Он управлял кавалерией, кавалерийской дивизией, он заходил в тыл врага. Скажите, это вам на уроках истории преподают? Нет, у нас был именно посвященный класс, классный час, и наш классный руководитель также весь класс подготовил информацию и читали, рассказывали друг другу. То есть оттуда вы знаете? Да, все запомнили, да, все узнали. Он был военным, он защищал родину. Алина, а ты что знаешь о Доваторе? Доватор жил в семье белорусского крестьянина, у него была младшая сестра. Он служил в армии СССР, он нападал внезапно, он был на лошадях и с войском, но их было не так много. Как внезапно он появился, так же он внезапно и уходил. И немцы думали, что их очень много. Они разрушали их склады с боеприпасами, рвали связь, не давали проходить по дорогам. Тем они помогали военным, которые передвигались к Москве. Я знаю то, что он был генерал-майором, то, что за его голову немцы давали очень большие деньги, кто его поймает. Да почему, а они так боялись его, что ли? Да, они его боялись, потому что он внезапно нападал и никто его не мог поймать. Я знаю, что наша улица и школа названы в честь Льва Михайловича Даватора. Ну и в нашей школе есть музей боевой славы. По словам Джамили, у них в школе открыт музей боевой славы, посвященный Льву Михайловичу Даватору. Мы решили побывать в этом музее, чтобы побольше узнать об этом герое. Экскурсию по музее нам провела совсем еще юная ученица пятого класса Диана Хабчаева. Льв Михайлович Даватор родился 20 февраля 1903 года в семье белорусского крестьянина. Мать и отец Михаил Васильевич и Агафья Кирилловна. А в этом доме провел детские и отроческие годы Льв Михайлович Даватор. Он был членом КПСС в 1928 году в Советской армии с 1924 года. В августе и сентябре совершил рейд по лесам Смоленской области, организовывая партизанские отряды. Кавалерия стала его родом войска, а казаки – боевыми друзьями-соратниками. Казаки боготворили своего лихого командира, а Даватор сторицей платил им за преданность. Поотечески заботился о людях, берег как только мог их жизни. Первые месяцы Великой Отечественной войны Даватор находился при штабе Западного фронта. В июле 1941 года за героизм в оборонительных боях на Соловьевском перевале через Днепр он был награжден Орденом Красного Знамени. В августе и сентябре 1941 года дивизия Даватора совершила рейд по фашистским тылам. 3000 всадников во главе со своим батькой прорвались через линию фронта и вели бои в немецком тылу. Казаки нападали внезапно, как удар молнии, сверкали их шашки. Появлялись они в самых неожиданных для врага местах. Дважды разгоняли штаб 6-й германской армии, взрывали склады боеприпасов, перекрывали дороги, освобождали деревни. За это время конники уничтожили свыше 2000 вражеских солдат и офицеров, 9 танков, более 200 машин, несколько военных складов. Были захвачены многочисленные трофеи, которые пошли на вооружение партизанских отрядов. Германское командование создало даже специальный отряд по борьбе с группой Даватора. За голову Даватора назначила крупную денежную награду. В сентябре-октябре 1941 года конники Даватора участвовали в тяжелых оборонительных боях на дальних подступах к Москве. В ноябре 1941 года корпус Даватора ввел упорные оборонительные бои на Волокаамском направлении в районе Крюково. 11 декабря 1941 года 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Льва Михайловича Даватора был переброшен в район Кубинки. 150 километров он шел по тылам немецко-фашистских войск, преследуя их отступающие части. В музее есть фотографии конницы последнего рейда Даватора, обелиска и памятника Даватору в Белоруссии. Также в музее находится стенд героев Даваторцев, с которыми сотрудники музея, учащиеся лицеем, многие годы поддерживали связь. Последний из них, ветеран Даваторец Сыч, умер 5 лет назад. Стенд Даваторцев в боях за Москву. Михаил Петрович Шемякин, командир 1-го особого кавалерийского полка. Магомед Османович Акбаев, комиссар 16-го кавалерийского полка. 20 февраля Льву Михайловичу Даватору исполнилось бы 112 лет. Мы поинтересовались у руководства лицея, когда был создан музей Героя Советского Союза Льва Михайловича Даватора. Работа по созданию музея была начата в 1985 году по инициативе комсомольской и пионерской организации школы. Пионерская организация в это время уже носила звание Льва Михайловича Даватора, а комсомольская организация выступила с инициативой добиться, чтобы ей присвоили имя Льва Михайловича Даватора. И было предложено ребятами именно в 1985 году начинать работу по созданию музея Льва Михайловича Даватора. Поисковая группа была создана, которая посетила Белоруссию, место рождения Льва Михайловича Даватора. Посетили Москву, где мы встретились с дочерью Даватора, Ритой. Посетили музей одной из школ города Москвы, которая носит имя Даватора. В это же время было вынесено решение о том, чтобы увековечить память Даватора и у нас в школе. Было решено на средства от сбора макулатуры, металлолома. В то время это было очень модно, извоять памятник Даватору. Вот в течение двух лет ребята собирали средства. Этот блюз был заказан в городе Ставрополь в художественном фонде. И в день 15-летнего юбилея школы, это было в 1987 году, был открыт музей. В этот же день решением городского бюро комитета комсомола было комсомольской организации присвоено имя Героя Советского Союза Льва Михайловича Даватора. Получилось, что вся школа стала носить имя Льва Михайловича Даватора. И вот с 1987 года сентября мы гордо несем это звание. Мы учим новое поколение любить свою отчизну, чтить подвиги тех людей, которые положили свои жизни за наше светлое будущее. Покидая этот музей, мы не смогли напоследок не спросить учителя истории Рамзана Загашного об этом герое. Мы считаем, что Льв Михайлович Даватор является образцом для подражания. Молодой генерал, который прославил себя, прославил свой корпус во время Великой Отечественной войны, достойно такого уважения, такого восприятия нашего общества. Отрадно, что в нашем городе называют улицы в честь героев Великой Отечественной войны. Лев Михайлович Даватор прожил не так долго. 19 декабря конники вышли к реке Рузи. Командир решил лично осмотреть перед атакой расположение обороны противника и поднялся на противоположный берег реки. Фашисты заметили скопление людей, ударила пулеметная очередь. Генерал Даватор был смертельно ранен. Казаки в упорной жестокой схватке окружили деревню Палашкино и разгромили вражеский узел обороны врага. Даватору было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В честь этого героя и назван был лицей номер 15 в нашем городе и улице, на которой мы сегодня живем. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова